Очень серьезным сигналом неблагополучия на самых верхах российской власти является нарастающая конфронтация, ну сначала говорили между ФСБ и Кадыровым, а теперь же можно сказать и между силовиками в целом и Кадыровым, потому что на Кадырово теперь ополчилось и МВД, и Следственный комитет. Ну, эти две уважаемых институты не могут договориться о том, кого назначить убийце Немцова. ФСБ арестовала Дадаева, заместителя командира элитного отряда Кадыровского. Его считают непосредственным исполнителем убийства, но дальше ФСБ требует довольно дерзко по нашим российским нормам допрашивать всю цепочку людей, ведущих уже к своему Кадырову, начиная от Дадаева, начальники, Геремеев, Дилимханов, Кадыров. По существу, через бросы в средства массовой информации, силовики обвиняют Кадыровскую власть в убийстве Немцова, тем самым бросая вызов не только Кадырову, но Путину, потому что ясно очевидно, что Путину это невыгодно. Он вообще, все его успехи в Чечне, все его правления как бы легатизировались тем фактором, что вот он остановил бандитизм в Чечне, усмирил Чечню и Кадыров является его союзником. И Путин несколько раз, даже во время своей последней линии общения с народом, высказывал, что Руда, Дадаев, убийца, а есть ли заказчик, это неизвестно, и хотел бы остановить на этом расследование. Вот у него очень тяжелое положение. Оба выхода из этой ситуации ему крайне неприятно. или сдать Кадырова силовикам, или снимать руководство силовых структур. Вот как он выйдет из этой ситуации, мы посмотрим. Наверное, сейчас все избегают решающего обострения до праздного Дня Победы, а вот после 10 мая ему придется решать эту дилемму.